Привет, это Олеся, надеюсь у вас все чики-пи-барум, и в этом видео я покажу вам один лайфхак, как определить ключевой уровень поддержки на графике. Это очень просто, погнали. Итак, ребят, добро пожаловать на мой канал. Я просто хочу сказать вам, что я нахожусь в очень старинном и страшном отеле Inverness в Шотландии. Я думаю, что он был построен где-то в 19 веке, и сейчас я вам покажу быстро, перед тем, как мы перейдем на графике. Здесь так тихо, что обосраться можно просто. Очень старая винтажная лестница. Суперкрафтовый отельчик. Итак, ребята, я хотел с вами поделиться очень грамотной техникой по чартингу. Это очень полезная техника для графиков, или лайфхак, как хотите, назовите. И, собственно, что я вам хочу сказать, что ключевой уровень на графике частенько это средняя скользящая, например, 200-я средняя скользящая. Или также иногда это 100-я скользящая. Или 44-я скользящая. Решать вам, какой мувинг вы выбираете, но я обычно использую более долгую среднюю скользящую. Допустим, 200-ю, простую среднюю скользящую, 200-ю SMA, например. Ну, также, да, вы можете использовать и другие мувинги, смотря какие таймфреймы и какие активы. Но причина, по которой я это использую, я вам сейчас дам пример. Смотрите, вы смотрите на график. Это может быть биткоин или фондовый рынок, что угодно. Например, он находится в восходящем движении, и цена идет наверх. И давайте скажем, что вы ожидаете коррекцию. Вы ожидаете откат и падение цены. И, как я показывал вам уже ранее, один из ключевых уровней на графике это 200-й мувинг. И, конечно же, 100-й мувинг тоже. 100-я экспоненциальная средняя скользящая и 200-я обычная средняя скользящая. 100-я EMA и 200-я SMA. Это обычно очень сильные уровни поддержки, потому что обычно коррекция или откат происходит так, что цена доходит как раз до этого уровня. И обычно частенько она их удерживает. Не всегда, конечно, но чаще вы видите, что цена находит поддержку и отскакивает. Находит дно рядом с этими уровнями. 200-я SMA или 100-я EMA. И я обычно использую эту технику, которую я вам сейчас покажу. Смотрите, давайте скажем, что цена находится сильно выше 200-го SMA. И вы ожидаете, что цена откатится, и мы увидим коррекцию. Потенциально до 200-й SMA. Но есть одна вещь. Эта линия называется скользящей средней, потому что эта линия скользит, двигается за ценой. Соответственно, где находится сегодня эта линия, это не то место, где она будет через несколько дней или несколько недель, или месяцев тем более. Так что, поскольку эти мувинги двигаются за ценой, они не статичные, они динамические. Соответственно, как вы можете узнать, где будет этот сильный уровень через некоторое время? Но есть очень простая техника, которую я хочу вам показать. Идете на график. Выбираете инструмент трендовой линии. И дальше применяете ее... Применяете ее на свою скользящую среднюю. По последним свечкам. То есть, что я обычно делаю, это подставляю трендовую линию прямо по кончику мувинга, то есть под его последним углом наклона. Просто рисую трендовую линию в таком же направлении, как идет моя скользящая средняя, за которой я наблюдаю. Но, как вы уже поняли, да, что если, например, 200-я скользящая идет под определенным углом, вы ставите трендовую линию под таким же углом, по последнему ее наклону. И это рисует вам проекцию. То есть, что вы делаете? Вы, по сути, удлиняете 200-ю SMA, или свою линию, и проектируете туда, где она будет примерно. Вы можете очень легко определить, где будет этот мувинг в следующие несколько недель или месяцев. Так что теперь, когда вы смотрите на график, если вы ожидаете коррекцию цены, пускай даже в будущем, теперь вы можете знать с высокой вероятностью, где будет эта скользящая средняя в ближайшие недели или месяцы. Но я знаю, что вы можете подумать. Вы можете подумать, что так, 200-е скользящая может также изменить направление через несколько недель или месяцев. Вы правы, абсолютно так. Но поскольку, как я уже сказал, эта линия очень медленная, и лучше это делать на очень медленных мувингах, то очень маловероятно, что он быстро сменит направление. Вот почему я люблю применять эту технику, особенно к долгосрочным мувингам, типа как 200-ка или сотка, потому что их направление меняется очень медленно. Вы можете это приложить также и к более быстрым мувингам, но я не говорю, что это хорошая идея применять это к краткосрочным мувингам, типа 8-й экспоненциальный или 21-й EMA, потому что эти мувинги краткосрочные, они меняют свое направление очень-очень быстро. Так что, собственно, как вы уже поняли, зачем нужна эта техника? Да чтобы определить, где долгосрочная поддержка будет в какой-то момент в будущем, потому что этот мувинг будет уже находиться в другом месте. Так что мы можем найти с вами, где вероятная поддержка будет, скорее всего, в ближайшие месяцы или несколько недель. Вот так, ребята. Надеюсь, это видео вам помогло. Спасибо большое за просмотр. Всем профита. Перевел Гриня. Рассказал Олесю. Подписываемся на канал. Ставим лайк. Торгуем аккуратно.